В 1724 году именно 8 февраля была учреждена Российская Академия Наук, 275-летний юбилей которой довольно широко отмечался в нашей стране. Почти за три века российская наука открыла миру огромное множество великих имен и достижений, и все это время она всегда шла в первых рядах мирового научного прогресса, особенно в области фундаментальных исследований. Нынешнее поколение ученых решает проблемы, которые актуальны в наши дни. Участники сочинской конференции привезли десятки докладов. Они обсудят пути выхода из экономического кризиса, способы поднятия производства в России, поговорят и о не менее важном состоянии науки и техники, которое, как известно, определяет и уровень государства, и качество жизни людей. В рамках нашей конференции плюс к этому работает молодежный форум «Молодежь, наука и техника», где школьники, студенты среднеспециальных заведений, высших учебных заведений на обсуждение уже более старших коллег. Ставка делается, естественно, на молодежь, на молодых специалистов, потому что в этом заключается, конечно же, наше будущее. Молодежь на научно-практическую конференцию действительно пригласили с определенной целью. Во-первых, соблюдается преемственность поколений. Во-вторых, подчеркивают ученые, современной науке необходим приток активных и амбициозных. Работы студентов пройдут конкурсный отбор. Лучшие будут внедрены в производство. Следующую научно-практическую конференцию в Сочи посвятят Дню космонавтики. Продолжение следует...